Как ты думаешь, это настоящие или искусственные цветы? Я думаю, они настоящие. Не угадала. Но вот этот же пион, он живой. Все эти цветы сделаны из холодного фарфора. Сегодня мы расскажем об этой технике. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, а как сделать фарфор своими руками? Можно сделать из крахмала, клея ПВА, крема для рук. Но нет никакой гарантии, что ваш цветочек на следующий день не сломается, не раскрошится. Лучше купить готовую глину. Пахнет клеем. И неудивительно, потому что основной ингредиент холодного фарфора – это клей. Именно он придает материалу пластичность. А что мы сегодня будем делать? А сегодня мы с вами будем делать вот такой чудесный цветочек шиповника. Обычная глина, она белого цвета. Поэтому мы будем добавлять масляные краски. Нам надо будет сейчас сделать пять таких красивых лепесточков в виде сердечка. На первый взгляд процесс напоминает лепку из пластилина. Но в работе с этим материалом гораздо больше нюансов. Поэтому в основном из холодного фарфора лепят взрослые. Нам надо сейчас утончить край лепесточков. Это очень кропотливая, мелкая работа. Так как работает мелкая моторика рук, у девочек, которые у меня учились, даже изменился почерк в лучшую сторону. Какие инструменты нужны для работы с холодным фарфором? Основной инструмент – это руки. Но, конечно, нам не обойтись без каких-то вспомогательных инструментов. Профессионалы все пользуются силиконовыми вайнерами. Этот вайнер снят с живого лепесточка. Мы можем положить сюда лепесток, закрыть его и придать форму. Давайте попробуем. Открываем. И вот вся текстура живого лепестка перешла на глину. Для того, чтобы наш цветочек приобрел живость, мы его затонируем сухой пастелью. А эти цветы, они настоящие? Нет, они слеплены из холодного фарфора. Сколько времени нужно, чтобы взять такой букет? Студенты мои лепили в течение трех занятий, пять часов. И плюс домашние задания. Профессиональный мастер создает цветок иногда несколько дней. Очень сложно создавать маленькие цветы. На создание маленького ландыша уходит несколько часов. А на создание большого цветка иногда уходит до двух, до трех дней. Создание цветов из холодного фарфора еще называют керамической флористикой. По-моему, это отличное хобби для девочек. Прежде чем лепить какой-то новый цветок, мы покупаем цветы, разбираем их, смотрим, как крепятся лепесточки, из чего состоит цветок. Это та же самая ботаника в школе. Субтитры подогнал «Симон» Через 24 часа глина полностью высохнет, и этот цветок шиповника никогда не завянет. Научились делать цветы из холодного фарфора Яна Глушецкая и Мария Барковец. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»